Рассказ отозвать все. Исходные данные. В 2 часа 1 минуту и 30 секунд 13 мая 2000 года вне зоны Был обнаружен объект, предположительно производство доктора Развлечудова. Внешне объект представляет собой детский матрас, судя по размерам и рисункам на обивке. К объекту прилагался следующий документ. Крутотень! Тебе точно повезло! Ты только что получил сверхпрыгучий матрас, эксклюзив от доктора Развлечудова. С этой роскошной штукой ты можешь допрыгнуть до самого неба, забыв о потолке. Этот чудесный продукт доктора Развлечудова – лучшая кровать для вечеринок. Собери всех своих друзей и оторвись на сверхпрыгучем матрасе. Когда любой человек прыгает на этом матрасе, его подбрасывает на высоты, противоречащие законам физики, и он не получает повреждений при столкновении с объектами. Неизвестная сила препятствует вылету субъекта опыта за границы матраса. Таким образом, он всегда падает обратно. Субъекты проходят сквозь любые объекты во время прыжков, за исключением других субъектов. Объект классифицирован как безопасный и помещен в ячейку содержания 1563F. 5 июня 2000 года директор зоны Тиммонсон получил следующее письмо. Дорогой клиент доктора Развлечудова, надеемся на то, что вам нравятся наши продукты. К сожалению, вынуждены уведомить вас, что в одном из наших продуктов, сверхпрыгучем матрасе, обнаружен дефект. Мы просим вас вернуть ваш сверхпрыгучий матрас в штаб-квартиру доктора Развлечудова. В. Удалено. Мы исправим дефект в нем и вернем в кратчайшие сроки. Благодарим за уделенное время. Доктор Развлечудов. Директор зоны Тиммонсон решил не возвращать объект. Изучение объекта каких-либо повреждений не выявило. Агентами был обследован район, указанный в документе. Полные результаты расследования содержатся в документе W17. 21 июня 2000 года директору зоны Тиммонсону было доставлено следующее письмо. Дорогой клиент доктора Развлечудова. Надеемся на то, что вам нравятся наши продукты. К сожалению, вынуждены уведомить вас, что в одном из наших продуктов, сверхпрыгучем матрасе, обнаружен дефект. Мы просим вас вернуть ваш сверхпрыгучий матрас в штаб-квартиру доктора Развлечудова. В. Удалено. Мы исправим дефект в нем и вернем в кратчайшие сроки. Благодарим за уделенное время. Доктор Развлечудов. Директор зоны Тиммонсон повторно решил не возвращать матрас. Продолжились регулярные испытания. Кроме того, было добавлено несколько нетипичных тестов, чтобы выявить предполагаемый дефект. 2 июля 2000 года директору зоны Тиммонсону пришло следующее письмо. Дорогой мистер Тиммонсон, согласно нашим записям, вы до сих пор не вернули ваш сверхпрыгучий матрас. Крайне важно, чтобы вернули его немедленно. Не волнуйтесь, вам придет новый сверхпрыгучий матрас. Только если мы все поторопимся, развлечения будут безопасными. С наилучшими пожеланиями, доктор Развлечудов. После совещания с советом О5, директор зоны Тиммонсон счел, что передача аномальных объектов третьим лицам противоречит политике фонда. Испытания проекта были продолжены. 10 июля 2000 года директору зоны Тиммонсону пришло следующее письмо. В отличие от предыдущих писем, это было написано от руки. Дорогой мистер Тиммонсон, наши сотрудники неоднократно просили вас вернуть ваш матрас. Мы еще раз просим вас сделать это. На текущий момент вы единственный, кто так не сделал. И у вас определенно нет для этого объективных причин. Поскольку вы отказываетесь вернуть матрас, настоящим письмом мы уведомляем вас, что Развлечудов не несет ответственности за какой-либо ущерб, ранения или смерти, вызванные дефектом, о котором вас многократно предупреждали. Вы сами навлекли их на себя. С наилучшими пожеланиями, доктор Развлечудов. Директор Тиммонсон снова отказался возвращать объект. Отчет об инциденте. Ф. Участвовавшие SCP. SCP. Участвовавшие сотрудники. 163 человека. Полный список содержится в документе. И. Дата. 17 июля 2000 года. Место. Зона. Описание. Во время плановых испытаний SCP пружина прорвала обивку объекта. Благодаря своим аномальным свойствам она продолжила прыгать по зоне, постоянно ускоряясь. Пружина могла проходить сквозь стены, потолки и другие объекты, но, видимо, в силу конструкции предпочитала проходить через людей. При этом обычно возникали отверстия диаметром в 25 сантиметров, затрагивающие несколько жизненно важных органов из-за вертикальной ориентации пружины. Постоянное ускорение пружины позволило ей проскакать через зону несколько раз, пока она не была остановлена контактом с SCP. Приложение. Количество жертв 155 человек, примерно половина персонала зоны. Из них 62 получили инвалидность, а 93 скончались. SCP. Получил классификацию Евклид и был помещен в специализированную ячейку в зоне. Был разработан протокол «Развлечь Альфа» на случай новых отзывов продуктов доктора Развлечудова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...